ПРОКРАСТИНАЦИЯ 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 ПРОКРАСТИНА ПРОКРАСТИНА Этой ночью программа Афиша не спит. На то у нас есть уважительная причина. Во всех городах, во всех странах и весях проходит международная акция. Называется она «Ночь музеев». Практически все музеи по всем городам и странам открыты. Там проходят экскурсии и разные увлекательные мероприятия. Естественно, Саратов не стал тому исключением. Давайте начнем наше путешествие. Этой ночью мы поставили перед собой задачу обойти не один или два музея, а целых четыре. Чтобы все успеть, в первый информационный центр по атомной энергии мы пришли еще до открытия. Он выбивается из списка основных площадок, потому что по факту музеем его назвать нельзя. Но показать при этом есть что. Музеи музеями решили ввести альтернативу, чтобы люди тянулись не только к искусству, но и приобщились к знаниям. На большинстве площадок, открытых в ночь музеев, кроме самой экспозиции, есть масса других развлечений. В случае с информационным центром по атомной энергии это небольшие эксперименты и логические игры. Кроме сбора головоломок в информационном центре по атомной энергии можно отправить смс на Международную космическую станцию. Сделать это достаточно просто. Номер отправки 41-45, годы войны. Таким образом мы поздравляем всех людей с победой в Великой Отечественной войне. Мы естественно тоже попробуем отправить смс. По тексту мы будем очень прозаично. С днем победы. Отправлено. Кстати, это смс будет доставлено до космонавтов еще быстрее, нежели мы бы отправляли ее жителям Земли. Следующий пункт нашего назначения это Саратовский краеведческий музей. Очередь туда выстроилась на всю улицу. К счастью, в работе журналиста есть некоторые плюсы. Нам не пришлось в ней стоять. В эту ночь практически в каждой комнате краеведческого музея были аниматоры, разыгрывающие небольшие сценки из разных эпох. И это неспроста. Они были своеобразной подсказкой к главной квест-игре этого вечера под названием «Путь к победе». На входе в краеведческий музей нам дали вот такую карту. Обратите внимание, здесь 8 рисунков. Это те предметы, которые нужно найти среди всей экспозиции музея. И мне кажется, только что мы набрели, наверное, след. Здесь колос и здесь колос. А это значит, нам сейчас поставят печать. Пойдемте вместе со мной. Добрый день, мне кажется, я нашел колос. Колос. Так, победа у нас какая? Победа у нас трудовая. А мы же монограду-то приобрели за эту трудовую победу. За колос? За колос. За победу какую? За победу какую трудовую. Так, чтобы нас отметили. Пятилетку в 4 года. Нет. То есть мы получили победу за то, что всех накормили, вырастили много пшеницы, все были сыты и довольны, и особенно жители. Она осталась снеголомой, да. Спасибо большое, мы получили четвертую победу. Ура! Эта игра вызвала серьезный ажиотаж. По музею то и дело проносились толпы людей с криками. Вот же это ваза 17 века. Или же ребята, кажется, я нашла китель, как на картинке. Поиск экспонатов у большинства вызвал серьезные проблемы, потому что для них это чуть ли не первое посещение Краеведческого музея. Честно сказать, в музеях не было тысячу лет. И вот спасибо вот этой акции, как раз можно побывать и понять, что нужно здесь бывать чаще. Ну, по будням, к сожалению, не получается. А вот мимо прошел, увидел, много народу стоит, решил зайти. Смотрите, сколько народу. Мы с детьми, я думаю, что у нас с детьми очень редко ходят в музеи. А акция как раз привлекла, причем очень маленькие детей ведут в музей, поэтому только на пользу. В Саратове, в принципе, последний раз в музее, даже не помню, когда был. А привлекла ночь в музей, потому что можно вместе с родственниками, вместе с друзьями, вместе с большим количеством людей посетить музей. Трудовая неделя была тяжелой, хотелось отдохнуть. И, конечно, такой возможностью грех был не воспользоваться. Тем более, что я пришла не одна, а со своей подругой и с детьми. Стоит сказать, что приняли участие в ночь музеев практически все площадки. Радищевский музей, Краеведческий музей, музей Борисова-Мусатова и Павла Кузнецова, музей Федина и усадьбы Чернышевского. И в каждом не поленились придумать какую-нибудь развлекательную программу. Обойти в Саратове практически все музеи за одну ночь вполне возможно, чем большинство людей и занимается. На часах у нас сейчас 21.00, и мы продолжаем наше путешествие и держим путь в музей-усадьбу имени Николая Гавриловича Чернышевского. Какие бы развлекательные программы ни придумывали, основная миссия всемирной акции «Ночь музеев» – это заинтересовать как можно больше людей искусством и культурой. И главное – экспозициями и действующими выставками музеев. Очень многие из числа тех, которые сегодня перешагнули порог нашего музея, впервые это говорит о том, что наш музей специфический и ходит сюда далеко не все горожане. На часах практически 11.00 ночи, и мы добрались до нашей последней точки – до музея Федина. Атмосфера здесь достаточно романтическая – свечи, огоньки. Это небольшая выставка современных хендмейдеров. Тут же показательное выступление мастера одного из древних восточных искусств под названием Эбру. Это рисование на воде. Время полночь. На этом «Ночь музеев» в Саратове подходит к концу. Основную свою задачу – привлечь как можно больше людей в музее – она выполнила. И как пафосно бы это ни звучало, но свет искусства загорелся в ночи. Битва на Волге. Так могло бы называться какое-нибудь крупное сражение в 18 веке. Но нет, битва на Волге – это международный турнир по смешанным единоборствам. И в этом году он проходит в Саратове. Что там будет? Первоклассный бой практически без правил. Зрелище для настоящих мужчин и любителей этих самых настоящих мужчин. Главный бой проведет знаменитый в определенных кругах Джефф Монсон. Под его рукой и ногой оказались немало спортсменов, расстроенных поражением. В этот раз противостоять тяжеловесу будет саратовец Станислав Арбузов. Пройдет сражение 30 мая в 18.00 в Ледовом дворце «Кристалл». Приходите поболеть за нашего земляка или просто стать свидетелем красивого и напряженного боя. А вы когда-нибудь задавались вопросом, почему у слона такой длинный хобот? У известного детского писателя Киплинга есть своя версия. Потому что слон постоянно совал свой нос куда ни попадя. И вот однажды он задался вопросом, что у крокодила на обед. Крокодила слоненок до этого не видел, поэтому и бояться его не мог. Вы недоумеваете, к чему я это все рассказываю. Просто 23 мая в 11.00 в Театре кукол «Теремок» премьера спектакля «Слоненок» по мотивам произведения Киплинга. Спектакль, конечно же, рекомендован маленьким детям. Но и взрослым не лишним будет посмотреть, к чему приводит любопытство. Хочется поделиться личной радостью. Я пошел на курсы начинающих экстрасенсов. И сейчас хочу испытать свои силы. Давайте попробуем. Я чувствую, что ваш чай или кофе уже остыл. И срочно нужно его подогреть. Пока вы это делаете, мы прервемся на пару минут. Но уже совсем скоро продолжим. Не переключайтесь. Кто там? А, это же наши дорогие зрители телеканала «Саратов-24». Меня зовут Сергей Сазанов. И в эфире программа «Афиша». Ваш личный справочник, куда сходить вечером, где можно провести прекрасный солнечный день или как отдохнуть, чтобы набраться сил на всю неделю. И мы продолжаем. Любители пауков, змей, экзотических лягушек и прочих рептилий. В эти выходные на вашей улице праздник. В Саратове пройдет небольшая выставка этих диковинных зверушек. Местные владельцы таких домашних питомцев решили поделиться с миром своими любимцами. Выставка располагается по адресу Набережная Космонавтов, 5, рядом с памятником Гагарину в магазине Зообарба. Кроме того, хозяева животных смогут проконсультировать вас, как лучше за ними ухаживать и много ли проблем доставляет, например, жаба Ага. Кстати, особое внимание прошу обратить на выставку тем людям, которые еще не нашли свою вторую половинку. Кто знает, может под личиной лягушки скрывается какой-нибудь принц или принцесса? В прошедшие выходные в центре внимания оказался Саратовский подром. А все потому, что там торжественно открыли 157-й беговой сезон. Восторженные люди, статные кони, если хорошо попросить, возможность покататься на понравившейся лошадке. Как это было, смотрите в сюжете. Сегодня программа «Афиша» как никогда на коне, причем и в переносном, и в прямом смысле. Все дело в том, что мы на открытии 157-го бегового сезона на Саратовском ипподроме. Давайте посмотрим, что здесь сегодня интересного. Сегодня действительно торжественный день. Только представьте, 157 лет подряд открывают новый-новый беговой сезон на Саратовском ипподроме. Пропустили только несколько раз во время войны. Вот смотри, здесь свой микроклимат, свои люди. И отношения, это люди здесь совсем другое. Все ходят, да, улыбаются, приветствуют друг друга. Это праздник. Здесь же проходит сельскохозяйственная выставка, где мало того можно купить продукцию местных производителей, но и лично увидеть, из кого эта продукция получается. Для детей это просто прекрасная возможность посмотреть, и, что более важно, потрогать животных. Привет, а ты сегодня будешь участвовать в скачках? Не царское дело, говоришь? Ну и правильно отдыхай. В далеком прошлом скачки были очень популярным развлечением. Дамы в шляпах, мужчины в пенсне. Визуально, конечно, зрители мероприятия изменились. Теперь это отдых, скорее, семейный. Еще на сегодняшний день нет системы тотализаторов. То есть официально ставки на скачках делать нельзя. Но проверить свою удачу, выбрав самого резвого скакуна, никто не запрещает. Мы ходили на конюшне, катались на лошадях. Расскажите, как нам безумно интересно. Тебе понравилось? Катался Тимофей, ему очень понравилось. Он не помнит, когда последний раз катался, ему было три года, поэтому сейчас мы обновили вас. Очень понравилось. Нам вообще здесь все очень нравится. Мы занимаемся лошадками тоже, только у нас не здесь лошади стоят, а в другой конюшне. Поэтому все интересно, посмотреть бега, по подраму, все это здорово, что много народу здесь собралось. Раз я первый раз, должны быть, наверное, какие-то необычные ощущения, чувства. Студенты ветеринарного факультета, мы 20 дней помогали здесь готовить этот подром, к этому празднику. Поэтому для нас это все близко и профессионально, и по-человечески. Поэтому мы рады за всех сегодня, кто организовал это, и за всех жителей наших. Покатались вот на пони, на лошадку. Здесь детям очень комфортно. Да и взрослым интересно, когда детям хорошо. Я обожаю лошадей, я занимаюсь скачками универсальной вершковой езды. И по выходным езжу за город, катаясь на лошадях. Поэтому мне очень приятно посмотреть, что здесь сегодня будет проходить. Да, так, так, нельзя, елки-папу. Давай, 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 давай. Кроме классических заездов, лучшие наездники устраивают показательное шоу. Здесь важно не столько, что они делают, сколько сама лошадь. На ипподром выходили титулованные и очень статные особы. Рекордсмены и победители всероссийских конкурсов. Среди них встречались и самые обычные сотрудники полиции. Конны, конечно. При этом каждая лошадь подошла к празднику ответственно. Наездники в один голос утверждают, что скакуны все понимают, просто не говорят об этом. Может быть, они конкретно не чувствуют, что открытие сезона или что-то. Но, по крайней мере, то, что они видят интерес к ним больший сегодня. И проявляется это вот так. Вот обычно мы просто стоим. В степных и земледельческих государствах, например, России или Казахстане, у людей издревле особое отношение к лошадям. Кто-то говорит, что они помогают успокоиться и отпустить накопившиеся проблемы. Некоторые уверяют, что поглаживание по гриве действует на человеческий организм целебным образом. А поэт Владимир Маяковский в одном стихотворении написал, что все мы немножко лошади. Его произведением и закончим. Хвостом помахивала, рыжий ребенок. Пришла веселая, стала в стойло. И все ей казалось, она же ребенок. И стоило жить, и работать стоило. Пару-тройку недель назад мы показывали вам сюжет о кубке по маунтинбайку. Так вот, 24 мая состоится второй этап этого соревнования. Новые трассы, новые участники и новое место проведения. Кумысная поляна. А точнее, лыжная база Саратовского медицинского университета. Напоминаю, что маунтинбайк – это такой вид мотоспорта. Участники на мотоциклах преодолевают самые разные естественные и искусственные препятствия. Приехать к финишу хватает сил и терпения далеко не у всех. В этот раз на кубке по маунтинбайку будет отдельный заезд девушек. Да-да, вы не ослышались. Проехать новую трассу попробуют представительницы слабого пола. Что из этого выйдет, мы узнаем в воскресенье 24 мая с 10 часов утра на Кумысной поляне. Саратовский театр юного зрителя подготовил для жителей нашего города очередную премьеру «Принц и нищий» по произведению Марка Твена. Забегая вперед, хочется сказать, что это потрясающая постановка с яркими костюмами, эффектными декорациями и интересной подачей. Чтобы не быть голословным, предлагаю посмотреть сюжет. Сегодня программа «Афиша» пришла в театр юного зрителя на премьеру спектакля «Принц и нищий». Вы можете возразить, почему же премьера? Ведь постановка с таким названием идет уже долгие годы в Тюзе. Но именно сегодня состоится своеобразный перезапуск спектакля по роману Марка Твена с новыми декорациями, костюмами и, конечно, интерпретацией. Пойдемте посмотрим. Первую версию «Принца и нищего» в саратовском Тюзе показали в далеком 1985 году. Тогда еще юные зрители впитали главную идею произведения Марка Твена, что все мы люди должны с пониманием и уважением относиться друг к другу. Теперь очередное поколение готовится усвоить простые истины в новой форме и интерпретации. Я не делаю в спектакле ни «Принца», ни «Нищего», ни «Тома», ни «Эдварда», ни «Делаю» некими отрицательными героями. Они у меня оба достаточно положительных парни, потому что дети, они чисты по сути. Они только потом временем, скажем так, искажаются и обстоятельствами. А изначально они очень чисты. Благодарю вас, леди Бетти, за ваше щедрое подношение к нашей королевской трапезе. Два мальчишки, один из них бедный и живет в мусорном дворике, другой весь в золоте, принц. Но каждый из них мечтает оказаться хоть на день в чужой шкуре. Вообще весь спектакль строится на противопоставлении. Это выражается и в световом оформлении, и, конечно, в костюмах и декорациях. А визуально никто не перепутает ни тех, ни других, потому что разница будет разительная. И не перепутают ни место их пребывания, ну, скажем, ни там, где они живут, ни там, где они вообще, так сказать, общаются между собой. Разница будет колоссальная, вы увидите. Ваше Высочество, меня должны заживо бросить! Типящие мусорки! И бросят! Раз и такова была моя воля! Как часто бывают в сказке, желание поменяться местами принца и нищего с легкостью сбылось. А вот дальше начались проблемы. Принц узнал все ужасы обычной нецарской жизни, рукоприкладства и воровство. Нищий же, привыкший жить достаточно беззаботно, вынужден был взять на себя определенные обязательства и ответственность. Программа афиши поинтересовалась у зрителей, на чем бы месте они хотели оказаться. Я бы встал уж тогда на место короля, потому что у меня сейчас нет никаких запретов, я не живу как принц или король. Я бы встал на место короля. Я бы хотела стать нищим, который стал богатым, потому что это очень приятное ощущение, когда ты получаешь то, о чем очень давно мечтал. Забегая вперед, хочу сказать, что, наверное, на месте все-таки нищего, потому что принцу осталась весьма такая не трупная судьба. Ну, наверное, не на том и не на том. Ну, принца, у него нет такой веселой жизни, то есть у нищего, соответственно, нет возможности попробовать что-то большее. Поэтому здесь две такие абсолютно разных истории. А вывод из увиденного и услышанного – хорошо там, где нас нет. Но мы часто забываем эту простую истину и все равно продолжаем мечтать о новых путешествиях и несметных богатствах, о власти и положении в обществе, забывая, что сытый желудок немногого стоит, когда голодает сердце и ум. В воскресенье 24 мая на Театральной площади состоится соревнование по роллер-кроссу для детей. Хоть это направление и не является пока олимпийским видом спорта, но что это весьма интересное и азартное зрелище – факт. Для тех, кто не понимает значение слов «роллер-кросс», рассказываю – это одно из направлений роллер-спорта. Его суть – в преодолении трассы с искусственными горками и препятствиями на роликах. Участие смогут принять дети от 5 до 14 лет. И это только первый этап Кубка города Саратова по роллер-кроссу. Данное соревнование предназначено в первую очередь для новичков, которые только-только встали на ролики. Нужно оно, чтобы ребята оценили свои силы и возможности и заинтересовались таким видом спорта. Для участия нужно пройти регистрацию на сайте roller-спорт.ру. Организаторы обещают призы и подарки всем юным спортсменам. Начинается соревнование в 12.00 на Театральной площади. Есть активные виды досуга, а есть интеллектуальные. Например, почитать интересную книгу или журнал. В свежем номере Телесемь от 20 мая читайте. Евромама Полина Гагарина. Как прошли первые дни пребывания представительницы России на Евровидении в Вене. Куда пропали звезды 90-х. Распутина, Губин и другие. Антикризисный план Телесемь, где в Саратове можно бесплатно отдохнуть, сходить на выставки, тренировки и мастер-классы. На сегодня это все. Теперь дело за вами. Мы желаем вам не стоять на одном месте и двигаться только вперед. Поэтому не откладывайте свои дела на завтра и распланируйте свои выходные уже сейчас. А мы рады были вам помочь в этом нелегком деле. Это была программа Афиши и я ее ведущий Сергей Сазанов. Встретимся через неделю в это же время и на этом же месте. И помните, в Саратове интереснее, чем вы могли подумать. Редактор субтитров А.Семкин